1 марта Армения аннулировала армяно-турецкие протоколы, и это совпало с целым рядом примечательных событий, которые, возможно, являются звеньями одной цепи. Это случилось за день до того, как в Ереван прибудет премьер-министр Грузии Георгий Кверикашвили. Буквально за несколько дней до этого президент Грузии Маргвелашвили отказался почтить память жертв Ходжалинской трагедии в Марниюле, сделав дипломатический жест Армении. За день до этого в Армении побывал министр энергетики Исламской Республики Иран Резарда Каньян, который заявил, что Иран готов поставлять больше газа Армении, но потенциал сотрудничества существует не только в сфере энергетики, но и сельского хозяйства, таможни, дорожного сообщения, горнорудной промышленности. На прошлой неделе израильская компания Logistics FTZ подписала с мэрия Гюмри меморандум, в соответствии с которым, как отметил глава армяно-израильской торговой палаты ЦВИ Кантор, будет создана свободная экономическая зона. В эти же дни прозвучали предупреждения Госдепартамента США всем странам, в том числе и Армении и Азербайджану, по поводу значимых сделок с российским военно-промышленным комплексом. Аналитики говорят, что это может сказаться на военно-политическом балансе в регионе. Интересные события происходят в самой Армении. 2 марта Армения выберет президента, который уже сделал ряд важных заявлений. Армен Саркисян, в частности, заявил о вероятности ужесточения позиций Армении по карабахскому урегулированию, и целесообразности требовать все, и не уступать. Выступая в парламенте, Армен Саркисян заявил, что попытается представлять также интересы арцахцев и диаспоры. «Я бы хотел, чтобы наша страна и народ стали страной нации с единым будущим, маленькая страна, великий народ. Если мы сделаем все правильно, убежден, 21 век станет нашим», — сказал Армен Саркисян. Между тем, интересные события происходят в соседнем Азербайджане. 15 февраля на заседании правящей партии президент Ильхам Алиев заявляет о стратегической цели — вернуть азербайджанцев на исторические земли в Ереване из Ангизурия. Через две недели выступает его помощник Али Гасанов, который заявляет, что если бы Азербайджан воевал только с Арменией, то освободил бы Карабах за неделю. Но Азербайджан воюет с армянским лобби и всем миром. А на следующий день министр иностранных дел Азербайджана Мамедьяров заявляет, что Азербайджан не видит альтернативы политическому урегулированию, и после выборов в Армении и Азербайджане может состояться встреча президентов, где можно прийти к согласованию. На этом фоне Серж Саркисян аннулирует армяно-турецкие протоколы, а вместе с ними снимает с Турции обязательства перед Азербайджаном по поводу Карабаха. Буквально за несколько дней до этого министр иностранных дел Арцаха Массис Майлян заявил, что власти Арцаха продолжают выступать за полноправное участие в процессе, и готов идею взять на себя свою долю ответственности за поддержание региональной стабильности, и судьбу региона в целом. Продолжение следует... Продолжение следует...